Здравствуйте! В эфире программа «За чертой» и я, Виктория Лукашева, расскажу о самых резонансных событиях последних 7 дней. На проспекте Гагарина тяжело ранили милиционера, а на автогонках погибла зрительница. Далее смотрите подробности. Дерзкое преступление в людном месте. Люди все слышали, как стреляли, но думали, что дети петарды. В Харькове напали на милиционера. Умысел был направлен на лишение жизни. Правоохранитель в больнице, преступники не найдены. Опасная скорость. Здесь вот стартовала машина. Видите, вот бордюр все снесла. Здесь стояли вот люди. На автогонках погибла зрительница. Значит, нужно было делать какие-то заборы, перекрытия. Кто виноват, выясняет прокуратура. 20 семей без крыши над головой. Волна пошла, вроде как. Вроде думал, бомба упала. В Купинске взорвался дом. Бритвины принадлежности не успел выхватить. У одного мужчины сильные ожоги. В Харькове тяжело ранили работника милиции. На заместителя начальника управления по делам гражданства, это бывший АВИР, напали во вторник около 9 утра во дворе его дома на проспекте Гагарина. Сейчас мужчина в больнице, его прооперировали. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту покушения на жизнь правоохранителя. На милиционера напали около 9 утра во дворе его дома на проспекте Гагарина. Геннадий Виттер отвел ребенка на занятия. По этой тропинке возвращался к машине. Здесь до сих пор видна его кровь. Местные жители говорят, на него набросились то ли двое, то ли трое мужчин. Он девочку в садик отвел назад и шел вроде бы. И они на него набросились. И люди все слышали, как стреляли, но думали, что дети петарды. У него был пистолет. Тут его разов, может, 10 уже фотографировали. Преступники несколько раз ударили милиционера по голове. Потом нанесли порядка пяти ударов ножом. По убегающим мужчинам Геннадий Виттер открыл огонь. Четыре раза выстрелил из пистолета с резиновыми пулями. Попал или нет, неизвестно. Целый день на месте преступления эксперты искали улики. При обнаружении чего-то подходит человек, смотрит, говорит, то-то, то-то, изымаем, не изымаем. Прикрепляем, где-то не прикрепляем. Это мы, как бы, суть нашей работы заключается в том, что мы выступаем в качестве специалистов. Это помощь следователю в выявлении, фиксации, изъятии вещественных доказательствах. Геннадий Виттер в милиции занимает немаленькую должность. Он замначальника управления по делам гражданства и эмиграции. Это бывший авир. До этого работал в уголовном розыске. В прокуратуре возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа». Мы говорим по количеству ран и мы говорим по состоянию здоровья потерпевшего, о том, что умысел был направлен на лишение жизни. Преступление было совершено очень дерзко, открыто, игнорируя все общественные нормы и морали. Пока в прокуратуре не исключают и другие версии – бытовую, личную или хулиганство. Там просят всех, кто мог стать очевидцем преступления, обратиться к правоохранителям. Или же тех, кто видел подозрительных мужчин в том районе. Скорее всего, преступники прятались в гаражах. Если они были очевидцами преступления, они могли видеть пути подхода преступников. Они могли быть очевидцами пути отхода преступников. У нас есть сведения о том, что их было как минимум двое. Это те, которые причиняли телесные повреждения. Они были одеты в темную одежду, темные куртки, темные брюки. Вчера Геннадий Виттер пришел в себя в больнице. Его уже допросили. Подозревает ли он кого-то в нападении – неизвестно. Мужчину прооперировали. У него задеты почки и легкие. Сколько еще продлится лечение – пока непонятно. За минувшую неделю в Харьковской области зарегистрировано более 2400 преступлений. Раскрыто почти полторы тысячи. В ДТП погиб один человек. Еще 53 травмированы. Всего же за этот период произошло 71 дорожно-транспортное происшествие. На ликвидацию пожара в работники МЧС выезжали 97 раз. О том, чем запомнились последние 7 дней – далее в нашем дайджесте. В американской тюрьме покончил жизнь самоубийством украинский тренер по хоккею. Харьковчанина Ивана Правилова арестовали в январе. Американские власти обвиняли тренера в совращении малолетних. По сообщениям международных СМИ о домогательствах Правилова рассказали двое 14-летних воспитанников. Тренера нашли мертвым в камере филадельфийской тюрьмы. Ни защита, ни обвинения не предполагали, что арестованный может покончить жизнь самоубийством. В украинском МИДе потребовали от властей США расследовать обстоятельства смерти Ивана Правилова. В салоне игровых автоматов убили женщину. Трагедия произошла на минувшей неделе в районе Одесской. Из собственных источников стало известно, что погибшая работала администратором салона. С ее тела обнаружили сотрудники заведения, когда утром вошли в здание. На теле погибшей были следы побоев, у нее раздроблена затылочная кость. Ни игровой зал, ни убитую не ограбили. Убийца пока не найден. Армянин пытался незаконно переправить брата через границу. Харьковские пограничники задержали двух мужчин на кордоне с Россией. Как выяснилось, один из них, житель Москвы, решил забрать к себе брата из Украины. Однако у того не оказалось документов для выезда в соседнюю страну. Братья стали расспрашивать у местных жителей, как незамеченными пройти через границу. Об этом узнали правоохранители. Сейчас оба нарушителя задержаны и к судьбу решит суд. Россиянин в Харькове ограбил восемь храмов. По вечерам мужчина прятался в церквях, дожидался закрытия и выходил на промысел. Мужчина забирал деньги, которые прихожане отдавали в качестве пожертвования храмам, и крал драгоценности с икон. Попался похититель случайно. Во второй раз пришел поживиться в Свято-Троицкую церковь, где его и выследили сторожа. Оказалось, в России мужчина уже был судим за такие же преступления. Одна женщина погибла, еще одна находится в больнице в тяжелом состоянии из-за трагедии на Харьковском ипподроме. На выходных там проходили автогонки. Одна из машин выскочила за пределы трассы и буквально налетела на зрителей. Это был второй день соревнований. Машины уже подходили к финишу, борьба накалялась. Фотограф Сергей Козлов наблюдал за поединком. Соперники вели себя агрессивно. На протяжении всей длинной стороны отчаянно толкались. И я практически всю эту толкотню на дистанции заснял, потому что было видно, что люди борются за призы. Последний резкий толчок от соперника и водитель «восьмерки» потерял управление. По рассказам организаторов, машина наехала на снежную насыпь, перевернулась, смяла ограждение и вылетела за пределы трассы. Как раз в том месте, где стояли зрители. На этом месте до сих пор капли крови, обломки машины. От неуправляемого автомобиля, который по снегу несся на крыше, пострадали две девушки. Травмы одной из них, как говорят медики, оказались несовместимыми с жизнью. Она умерла в операционной через час после трагедии. Ну здесь вот стартовала машина. Видите, вот бордюр все снесла. Здесь стояли вот люди. И вот перевернулась машина. И сбила две женщины. Очевидцы рассказывают, с погибшей на гонках был маленький сын. Ребенок не пострадал. Гонщик попал в больницу. У него серьезных травм нет. Вторая девушка тоже вне отложки. Ее прооперировали. Состояние стабильно тяжелое. Если состояние не будет ухудшаться, есть надежда, что мы очень сильно постараемся и что-то для нее сделаем. Организаторы соревнований говорят, все обустраивали по правилам. Технику безопасности проверяла специальная комиссия. Из сотрудников Автомобильной Федерации Украины, МЧС, милиции и облздрава. Были выполнены соответствующие работы по ограждению всей трассы, как заградительными сетками, лентами. На протяжении всех соревнований, кто был из наших зрителей на соревнованиях, судья-комментатор при хорошей озвучке неоднократно призывает тех зрителей не заходить за оградительные барьеры. В трагедии организаторы винят водителя вот этого джипа. На кадрах видно, что внедорожник въехал в так называемую зону безопасности. Там никто не должен находиться. Работники милиции, работники службы безопасности пытались убрать от близости к дистанции. Ну и вместе с джипом прошли зрители. В причинах трагедии разбирается прокуратура. Там возбудили уголовное дело по факту служебной халатности организаторов. По закону, именно они должны отвечать за безопасность, даже если зрительницы сами нарушили правила. Надо было, значит, обеспечивать таким образом места для людей, чтобы они не смогли попасть туда, где им находиться не положено. Значит, нужно было делать какие-то заборы, перекрытия. Тоже вопрос организаторов. Это их обязанность прежде всего. Следователи уже допросили очевидцев трагедии. Впереди немало экспертиз. Правоохранителям надо выяснить, кто именно должен был отвечать за безопасность в этом секторе. Обвинения пока никому не предъявили. Тому же, кого следователи сочтут виновным в смерти зрительницы, грозит до пяти лет тюрьмы. В Купенске прогремел взрыв, а харьковский пенсионер судится с коммунальщиками из-за побитой машины. Подробности этих и других событий смотрите во второй части программы. Соревнования между прокурором и адвокатом. Прокурор мог из кармана вытягивать какой-то там запасный шеход. Разработчики УПК усилили права защитников. 20 семей без крыши над головой. Волна пошла, вроде как, вроде думал, бомба упала. В Купенске взорвался дом. Машину на металлоломы даже без компенсации. Единственное, что осталось в неповрежденном, это люк в крыше автомобиля. Харьковский пенсионер судится с коммунальщиками. И мы продолжаем обсуждать плюсы и минусы проекта нового уголовного процессуального кодекса. Сегодня поговорим об изменениях, которые коснутся адвокатов, следователей и оперативников. Мнение специалистов в нашем следующем сюжете. Один из разработчиков проекта нового УПК, ректор университета внутренних дел Александр Бондурко, рассказывает, как изменится уголовный процесс в Украине с принятием нового кодекса. Законотворцы хотят усилить права адвоката, сделать процесс поистине состязательным. По замыслу прокурор и защитник в суде должны как бы соревноваться друг с другом. Прокурор мог из кармана вытягивать какой-то запасный шеход, святка какого-то, какие-то выяснения экспертизы и класть на стил. Законотворец этого не мог. Теперь колпотания адвоката будут обовязковыми до расследования. Адвокат будет иметь право выкликать святки, предъявлять какие-то доказы. Защищать интересы обвиняемого в суде теперь будет только адвокат. Раньше допускались родственники подсудимого. Разработчики ОПК говорят, защита станет более профессиональной. Но специалисты уверены, это ограничение прав подозреваемых, причем явно пролоббированное самими адвокатами. Кто такие родственники? Это люди, которым он доверяет. Может быть, они юридически неграмотные, но человек, являясь обвиняемым, иногда находясь в СИЗО, лишён возможности сам отстаивать свои права и интересы. И поэтому он доверяет больше своим родственникам, даже чем адвокату. Разработчики ОПК хотят упразднить стадию возбуждения уголовного дела. Мол, так быстрее можно будет реагировать на все преступления. Следователи, наоборот, говорят, работать станет сложнее. По каждому заявлению в милицию, даже самому абсурдному, нужно будет вести расследование. А чем сейчас плохой процесс, где такая стадия, то, что мне ближе, то, что стадия предварительного расследования, или досудебного, такая, как сейчас. Конечно, есть необходимость в том, чтобы что-то изменять, но кардинальных революций мы не готовим. Изменения коснутся и оперативной работы. В проекте ОПК прописано. Такие негласные следственные действия, как наблюдение за человеком, контрольная закупка, например, наркотиков, возможно проводить только в том случае, если уже открыто уголовное дело. Юрист Евгений Жилин, сам бывший оперативник, говорит, это противоречит логике. Ведь именно эти действия сейчас становятся основанием для возбуждения уголовного дела. То есть проводятся до этого. Ну, нельзя возбудить уголовное дело. То есть постановление себя этим не может говорить. Что я знаю, что через два дня гражданин Иванов в таком-то месте купит примерно какие-то наркотики. И для этого необходимо провести контрольную закупку наркотиков. То есть это мероприятие было всегда оперативное и проводилось до возбуждения уголовного дела. Специалисты говорят, чтобы улучшить уголовный процесс в Украине, не обязательно принимать новый кодекс и ломать существующую систему. Гораздо лучше вносить изменения в нынешний документ, постепенно его приводя к современным требованиям. В Купинском районе взрыв в жилом доме оставил без крова больше 20 человек. В одной из квартир взлетел на воздух газовый баллон. Внутри помещения мастер вел сварочные работы. Мужчина получил ожоги рук и лица. Пятилитровый газовый баллон взорвался в этой квартире на третьем этаже дома. В помещении мужчина работал со сварочным аппаратом. Ремонтника с ожогами лица и рук замрали в районную больницу. Уже несколько взрывов в Харьковской области происходит. Вот именно пятилитровых газовых баллонов, это уже не первый взрыв. Когда заправка их проводится в организациях, которые не имеют права на проведение данных видов услуг. Алексей Шаля в это время со своей супругой был дома. Их квартира на первом этаже. Из квартиры подъезда вынесло двери. Осколки стекол долетели до противоположного дома. Взрыв был слышен даже в соседних кварталах. Позвонил знакомый, что он вешел за несколько кварталов, услышал сильный взрыв. Говорит, очень испугался, и волна пошла, вроде как, вроде думал, бомба упала. Спасатели эвакуировали всех жителей дома. Времени на сборы отвели мало. Обвалившиеся плиты могут рухнуть в любой момент. Ну вот, вот, вот и все. Ну там, значит, я даже бритвенные принадлежности не успел выхватить. Что бы на мне было, взял там, значит, ну что, значит, еще куртку такую, дубленку, типа дубленки, значит, взял в сумку, значит, ну и покидали документы, деньги, какие были, и все. Без крови остались обитатели 12 квартир. Пока они поселились у близких и родственников. Местные власти уверяют, временное жилье для людей найдется, если они об этом попросят. Если у кого необходимость будет предоставление им жилья, у нас есть комнаты и в общежитии, на сегодняшний день подготовленные комнаты, больничные койки, то есть у нас есть свободные палаты, питание тоже мы организовали. Здесь вот рядом находится школа, столовая. В здании взрыв повредил перекрытие перегородки, а несущая стена отошла на четверть метра. Масштабы разрушений оценивают проектировщики. Пока никто не будет жить тут ни на первом, ни на каком. Обследуем, потом будет, после обследования, будет заключение, после этого мы скажем, что делать. Замрать вещи жильцы смогут только после того, как строители уберут плиты и нависающую стену. Сейчас у входа дежурит милицейский патруль. Местные чиновники надеются, что починить дом помогут областные власти. Признаются, своими силами ремонт не потянуть. Правоохранители разыскивают двоих неизвестных, которые 14 февраля около 9 утра во дворе дома 41-2 по проспекту Гагарина напали на милиционера. Преступники нанесли мужчине несколько ударов ножом и скрылись в неизвестном направлении. В совершении этого преступления подозревают мужчин, которые долгое время находились возле гаражей невдалеке от дома 42А по улице Плехановской. Подозреваемые были одеты в черные куртки и темные брюки. Сообщить информацию о преступлении можно по телефонам, которые указаны на экране. Анонимность и денежное вознаграждение гарантируются. Правоохранители разыскивают свидетелей преступления. В ночь на 21 августа в Новой водолаге неизвестный изнасиловал и убил школьницу Екатерину Ятло. Накануне 11-классница была на дискотеке в кафе «Янтарь». В последний раз живой ее видели подруги возле магазина «Универмаг» на улице Ленина. После этого девушка ушла в неизвестном направлении, на звонки не отвечала. Всех, кто может помочь в раскрытии этого преступления, милиция просит обратиться в Нововодолажский райотдел или по телефону 102. За достоверную информацию МВД обещает денежное вознаграждение – 5000 гривен. Анонимность и конфиденциальность гарантируются. Милиция разыскивает пострадавших от рук фальшивомонетчика. По данным правоохранителей, житель Киева гражданин Российской Федерации Эльгар Рухулаев в Харькове покупал товары, расплачиваясь за них фальшивыми купюрами евро. Следователи проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Предполагают, что фальшивой валютой он расплачивался с 2005 года. Правоохранители просят потерпевших от действий Рухулаева и свидетелей его преступления обратиться в милицию. Приметы подозреваемого. На вид 40 лет, плотного телосложения, рост около 180 сантиметров, волосы темные. Коммуникабельный, говорит с легким акцентом. Харьковские коммунальщики оставили пенсионера и без машины, и без денег. Полтора года назад трамвай превратил его авто в кучу металлолома. Но добиться компенсации мужчина не может до сих пор. Юристы сетуют. Выбить деньги из коммунальщиков практически невозможно. Он нас сложил всех, как карточный домик. Это ДТП поставило в Харькове антирекорд. На Балашовском мосту трамвай протаранил сразу 10 машин. Первой под удар попала старенькая Мазда Николая Хворостянкина. Иномарку почти разорвало пополам. Автомобиль пришлось выкидывать на свалку. Образно выражаясь, живого места на ней не осталось совершенно. Понимаете? Двери, крылья. Единственное, что осталось неповрежденным, это люк в крыше автомобиля, через который я и смог выбраться. Суд признал виновной водителя трамвая. Женщина превысила скорость и не соблюла дистанцию. Хворостянкин подал иск в суд. От коммунальщиков потребовал 70 тысяч гривен. Именно в эту сумму эксперты оценили его авто. Но в Горэлектротрансе пенсионера предупредили – не заплатят ни копейки. С открытым текстом говорят, ребята, что если они сейчас просто возьмут и удовлетворят все мои требования, завтра они будут на улице без работы. Спустя год Фемида удовлетворила просьбу пенсионера. Николай уже исполнительный лист получил, когда тот же судья свое решение отменил. Коммунальщики, говорит юрист пенсионера, нашли формальный повод для обжалования. Якобы Хворостянкин не предоставил суду оригинал своей доверенности на иномарку. По моим подсчетам это опять же на год, на полтора. Это называется затягиванием процесса, которое препятствует возмещению материального ущерба. Узнать позицию Горэлектротранса журналистам так и не удалось. Руководитель предприятия от встречи отказался. Это дело пока в суде. Никаких комментариев я давать не буду. Пока не будет решения суда. Брать потерпевших измором, говорят юристы, для коммунальщиков обычная тактика. Но даже если хватит нервов, чтобы выиграть суд, понадобится не один год, чтобы получить живые деньги. У коммунальщиков всегда найдется повод не платить за свои ошибки. Существуют разнообразные отписки. Якобы денег очень мало. То есть существуют большие задолженности по другим сферам. Такие как выплаты зарплат, отчисления пенсионных фонда. И в принципе на этом как бы все останавливается. Автоэксперты негодуют. Государство давно обязало владельцев транспорта страховать свою гражданскую ответственность. Только взносы зависят от объема двигателя. А троллейбусы и трамваи работают на электромоторах. И это дает коммунальщикам возможность абсолютно законно не страховать свою технику. Это просто дырка в законе, которой собственно и пользуются наши любимые коммунальные предприятия «Горэлектротранс» для того, чтобы тупо экономить деньги, не платя страховку. Все, они не покупают страховые полисы, они экономят свои денежки, а в случае ДТП никому ничего не платят. Изменить ситуацию, говорят эксперты, можно лишь изменив закон про автогражданку. А до тех пор ветхие трамваи будут фактически безнаказанно бить автомобили обычных украинцев. Такими были самые яркие события последних дней. Это была программа «За чертой». Смотрите нас каждый четверг в 20.00, а также в пятницу днем и воскресенье ночью. Я же прощаюсь с вами. Берегите себя. Партнер программы – Харківская областная громадская организация «Оплот». Партнер показу программы – Охоронная агенція «Булат». Абсолютная недоторканность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова